Вы попали на канал Семен на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь, не забывайте этого делать, подписывайтесь на канал, поддерживайте выпуск, я вас сегодня приглашаю в новый день, в новый влог, и начнем мы его с приготовления завтрака. Мы сегодня не кушаем турецкий завтрак, кстати, как выглядит турецкий завтрак, посмотрите по ссылочке в описании. Это просто, по-русски говоря, это просто обжиралово. Мы сегодня простенько дома, варим рисовую кашку, я знаю, что очень многим нашим подписчикам нравится, когда я показываю, как я готовлю, мне там пишут советы, рекомендации, где-то я что-то неправильно делаю. Здесь просто рис, просто водичка и просто молочко. Я хочу вам еще показать, значит, сегодняшний прекрасный рассвет в Алане, с нашего балкона, у нас тут замечательный вид, посмотрите какой. Банановые плантации, огромная площадь банановых плантаций, здесь такой потрясающий воздух, что я не могу даже передать. И очень надеюсь, что когда-нибудь будут технологии, что можно будет через камеру передавать запах. То есть, если сейчас ей можно надеть очки, да, и полетать, и передать эту всю атмосферу, то я думаю, что в ближайшем времени вы будете смотреть наши выпуски и делать дома так. И погружаться вот в этот кайф. Блин, великолепно. Посмотрите, какой открывается шикарнейший вид на море. Волны там нету. Я напомню, это Махмутлар, Алания. Это безумно русский район, здесь очень много русских. Мы живем в великолепном жилом комплексе. Я попробую сейчас вам вот так его показать. Немножко, надеюсь, видно. Да, и как всегда у нас, конечно, прекрасное. Мы собрались и приехали все дружненько на рынок в центр Махмутлара. Здесь, так же, как и в Анталии, где мы жили, значит, по выходным дням проводится рынок такой выездной. Вот, людей здесь же много. Все ходят с такими тележками. Вот я вам сейчас покажу. Вот с такими затариваются. Мы с собой взяли сумку и решили тоже подкупиться, так как мы остаемся жить какое-то время здесь. Поэтому нужно затариться. Рынок здесь, так же, как и в Анталии, один раз в неделю приезжают. У нас это был по пятницам. А здесь рынок по субботам. Наберем свой чемоданчик. Плюс еще у меня есть пустой портфельчик. Вот, по ценам сейчас все покажу, все расскажем. Лира сейчас упала, и она 5 рублей 20 копеек, по-моему, одна лира. Вот. Поэтому купим все достаточно выгодно. Подсчитаемся. У меня с собой, по-моему, 300 лир есть. Сколько потратим, не знаю. Все увидим вместе с вами позже. Вот и начинается рыночек. Здесь сначала вещевой. Вещевой нам не интересен. Как бы мы здесь ничего покупать не будем. А пойдем сразу в продукты. А здесь, кстати, я сразу покажу немножко застройку. Здесь много старых домов. Турецких, так называемых. А по одежке, вот, ну, кому интересно, давайте мельком так покажу. 40 лир, 25, 35, 50, 10. Есть обувь. По 60, ну, типа, там, найки туда-сюда. Достаточно большой. И я, конечно, еще кайфую от того, что, насколько это трудозатратно переехать просто на один день. Еще вот обращу ваше внимание, вот люди все ходят с такими тележками. Такие тележки можно купить в любом супермаркете, например, в том же Мигерсе. Вот, допустим, по 2 евро, 25 лир. Кофты всякие, брендированные вот костюмчики. Видите, много всего. Вон, и Настенька что-то там увидела, и меня зовет. Слав, иди сюда. Идем. Так, мы тут, короче, увидели такой бодик. Томми джинс. Сейчас покажу. Такой желтенький, маленький, как раз Мирончику там будет идеально. 40 лир, да? 40 лир. А ты сейчас в 5 лир мы продавали, сейчас в 5 лир, 7 лир. Ну, а не штук есть, я... Я понял. 40 лир, вот мы его заберем. Это костюм. Да, вообще прикольные здесь шмотки, и очень-очень дешево сейчас в лирах. Все можно покупать. Типа этикетки оригинальные, вы видите? Вчера я бы на оптовик. Ну, не знаю, насколько я говорю. Что ли я дам? Ну, возможно, оригинал. Вообще, главное отличие этого рынка от Анталии, это то, что здесь цены пишут, как в лирах, так и в евро. И в долларах. Да, то есть, если в Анталии мы ходили вот прям в местном районе, не таком турецком, там все в лирах, там, ну, даже и по-русски-то никто не говорил, нам было даже сложно покупать еду там. А здесь вот по кайфу, ну, прям, вот. Не чувствуешь такого мощного дискомфорта. Так, тут вот даже чемоданы появились. Вот, в принципе, то, что нам нужно. Всякие разненькие. Настя, чемоданы. А спроси, сколько стоит, это большой. Какой? Большой, самый большой. Может, тут такой вот такой? Не знаю, но спроси, сколько. Да, да, я ходу опять, да. Лира, да? Ну, лира. Лира? 300 секунд. Это еще 200. Так, ну что, мы вот попадаем сейчас на как раз овощную такую сторону. Так, все, Настя тоже хочет кушать. Ну, потому что, да, тут все-таки начинаются эти запахи еды. Вот они турецкие сладости, турецкие приправки и все, и понесу. О, какая красота. Смотрите, желтые гранаты. Мы сейчас немножко, наверное, попробуем. Смотрите, какая красота. 10 лир стоит... 17 лир стоят чемпиньоны. Дыня стоит 8 лир. Арбуз 4 лиры килограмм. Можно взять вот просто одну дольку. На этой стороне я вот что-то тут показал. Чичкелы, сукафрукты и финики. Ребята, идите. Блинки не возьму. Финики надо купить. Да, купим. Так, финики по 25, 30. Есть вот орешки. 110 лир. Да, а вот 130, вот, это получше. Картошка. 6 лир. Лук 3. 2,50 есть. Вот 5 лир картошка. Дальше, смотрите, по ценам 5 лир, перец 8, лимон 4. О, смотри, как много авокадо, пробую. Но они крупные. Крупные? Твердые. Твердые, да? Твердые бананы. Твердые бананы. Местные сливы целый лир стоит. Огурчики 5, помидорчики вот еще 5. Ой, маленький помидорчик черри. Родион, смотри, патроны. Патроны, Родион. Ой, какие огромные помидоры. Посмотрите, по 5 лир. Огонь. Кабачки 4 лиры. 5 лир морковка стоит. Мандарины местные 4 лиры. Здесь хурма 12 лир. 12 лир виноградик. Так, тут гранатик почем по 8. 8. 8 лимончики. Так, бананчики здесь по сколько, по 5. Ну, примерно получается, все плюс-минус, вот мы по ряду прошлись, примерно плюс-минус одинаково, правда. Будет коробка фиников, потому что нам, конечно, нужно купить здесь по 25 лир. 15 лир. 15 лир, нормальный. Здравствуйте. Камера? Да. Так. Слушай, давай возьмем сразу две коробочки. Ага. Две шлики? Две, ага. Ну, из которой стоит просто. Сразу возьмем треслир, да? Да. Калежий. Угу. Она снимает, не дергать нет. Ну, как умею. Давай, Солян. Так. Спасибо, Лур. Какая. Молодец, хорошо говоришь. Так. Хорошо на русском. Да, здорово здесь по-русски говорят. О-о-о, смотрите, тут есть, значит, клубничка, которая растет круглый год и стоит всего лишь 25 лир. Гляньте, какая вкуснейшая. Обалденно. Так, сейчас вам покажу цену, что я ее не придумал. Так. Вот, смотрите, 25 лир. Обалденно. Да, давай возьмем лоточки, да. Также здесь есть киви по 20 лир и вот курма по 10. Авокадо типа 6. Настя, возьми. Привет, это сдача. Ага. Так, смотрите, мы, значит, купили клубничку на 25 лир. Хватит. И купили киви на 13 лир. Сейчас, значит, наша задача найти авокадо. Взять сразу штучек 6. Вот. И в целом хочется сказать, что этот рынок чуть дороже, чем в Анталии. Вот, наверное, из-за того, что здесь вот больше туристов, поэтому здесь чуть-чуть, ну, буквально, знаете, типа там на одну лиру. Не много, но тем не менее, да. Да. Да, прекрасные ряды. Вот яблочки есть прям такие. Видно, что вкусные, домашние. Да, авокадо в целом все по 5 лир. 6 лир уже такие более большие. Вот, видите, вот такие вот огромненькие. Так, вот, Настенька выбирает авокадо. Настя, ты главное смотри, чтоб там мягенькие. Твердые? Ну тогда не надо. Ух ты. Это что? Это тоже редька такая огромная? Ничего себе. Смотри, какая она. Зачем так громко, а? Вот на этих рынках мне не очень нравится, что они просто берут и что к чему вот орать начинают. И с детьми, конечно, это не очень приятно. Подошли к мандаринам. Там сразу дали попробовать одни мандаринки, дали попробовать другие. Мы решили выбрать вот эти. По цене они... Вот так возьму немножко, чтобы... 5 лир. Да, возьми маленько, конечно. Так, здесь мы авокадо взяли, по-моему, штук 6 нашли прям мягкие. Мягкие. Сейчас он еще вот мандаринки нам взвешивает и скажет сколько по деньгам. Да. Сядут пробовать, сядут дегустировать. Вообще классно. Никто не нервничает, не напрягается. Молодцы. Вон еще положили один подарок, что ли. Так, здесь вышло на сколько? 45 лир. На 45 лир. О, спасибо. Спасибо. Попшикал мне на руки антисептика. Вот такой подход. Видите как? Классный. Классный сервис. Вот невозможно не полюбить эти места. Так, здесь прямо на рыночке. Смотрите. Женщина делает вот такую вот турецкую красоту. Картошка, сыр и еще что-то. Не знаю. Вот так вот раскатывает и потом отправляет в печечку. Ну естественно Настенька, она не может пройти мимо вот этой красоты. Смотрите, вот наш уголь. Смотрите. Не кричи, пожалуйста. Нет, мне не надо булочки. Не кричи, пожалуйста. Нет, мне не надо булочки. Подожди, подожди. Ты же этого не понравилось. Хе-хе-хе. Тём уже попробовал. А ручки просто ракет. Ну что ты? Тёма не понравилась? Жирно. Ну ты чего, Тёма? Шпинат. Это не шпинат, а зелень. Вообще-то. Ммм. Ты как сделаешь лицо, прям это. Я хочу попробовать. Как будто тебе траву сунули. Я не буду есть. Что, вкусно? Дай попробую. Настенька, дай я попробую. Это сыр. Да, вкусно. Вкусно, но очень горячо. Две лепешки стоят 20 лир. Получается одна штука, 10 лир. На наши это сколько получается? 50 рублей. 50 рублей. Такая турецкая шаурмеха. Пацаны, зелень есть не захотели. Мы просили женщину, чтобы она приготовила только и с сыром. И вот она сейчас врачушкам жарит уже первую лепеху только с сыром. Будет такая, какая-то типа пицца. В общем, у нас случился обед вот так на лавочке. Как раз уже и Мирончик проснулся. Тоже хочет кушать. Так, вот помидоры вышли. Тут больше килограмма на 7 лир. Ну, когда же сдачу и так далее. Я взял еще огромную горсть местных бананов. Вышло на 16 лир. Короче, у меня вот уже от этого вот рука отваливается. А, морковка еще вышла на 3 лиры. Кое-как дотащил вот это вот. Настеньке еще нарулил горячий чайочек. Детям водичку. Я освободил себе коляску, потому что сумка вышла очень тяжелая. Вообще, если здесь жить вот так вот в долгую, то, конечно, лучше всего покупать вот такую тележку, как я вам показывал. Здесь ходят все с такими тележками. Вот видите, женщина идет тоже с такой тележкой. А мы, как эти, в коляску. А Мирончик, получается, на ручках. Но он сейчас и не будет там сидеть, он проснулся уже. Хочу вам еще показать вот эти вот апельсины, которые растут вдоль дороги. Мы, когда жили в Сочи, кайфовали от кипарисов на проспекте Ленина. Улицы Ленина, которая идет в Адмере от высоченных. А тут и постоянно кайфуют вот этих вот апельсинов. Вот это вот, где рынок. Это прям самый центр. Здесь, видите, такая развязочка. Стоят устанавливанные часы. И пересекаются дороги. Темка, стой. Сейчас будем переходить дорогу. И вот у нас виднеется уже вот это. Вот это море. То есть до моря здесь идти буквально там, ну, 30 метров. Блин, надо было... Видите, люди вот так вот в сумке затаривают. Видимо, тоже не те, кто... Не те, кто... Местные, как говорится, да? Не те, кто в курсе, что нужны просто... Просто купить тележку и не, так сказать, беречь спину. Сейчас зайдем до морюшка. Покажем, какой здесь пляж. Здесь большое количество пляжей. Это понятно. И... Естественно, посмотрим, что здесь за пляж. Прям перед пляжем огромное количество банкоматов. И нам порекомендовали еще банкомат вот этот. холлбанк. Типа стильков без комиссии. Сейчас проверим. Так, есть два выбора языка. English, турки. Возьмем English. Пароль. Так. Кредит-карт, кэш. Это похода... Да, Настя, я правильно перевожу? Нет. Сколько лир? 300 лир сниму. Тиниум. Ну, вроде ничего нету. ЕС, наверное, нету. Ну, ладно, что посмотрим. Да нет, 300 лир нормально. Не, он не тогда, когда еще снимал. И до сих пор они есть. Угу, вот даже с разменом, кстати, да. Опа. Вот, 250 и так далее. Так, он нам выдал чек. Сейчас посмотрим, что пишет. Вот он выдал, типа, 300 лир. И все, вроде... А до 300 лир снял, комиссии нету. Но, как Настя говорит, что в этом банкомате, да, там если берешь, получается, больше 300 либо более, то комиссии не будет. Если до 300 лир, то комиссию возьмет. Да, посмотрите, кстати, здесь вот сразу огромнейшая детская зона. Есть теннисные столы. Ребята играют, вообще класс. Смотрите, как здорово и все ухожено, и все замечательно. И вот море, а пляж, знаете, как называется? Он называется Seven Beach. Сейчас обязательно туда сходим, посмотрим на морюшко. Нам нужно только, единственное, здесь перейти дорогу. Ой, как здесь прекрасно, смотрите. Апельсинчики. Какая красота. Настенька, как тебе тут? Класс. Класс? Я люблю Воланьи. А я люблю Воланьи. Да. В Воланьи, правда, как-то поинтересней, что ли, поприкольней. Здесь вот эти вот такие высадки. Кто не смотрел выпуски с Анталии, гляньте. А мы вот сколько ходили там на море, там вот все как-то так... Ну, как-то там вот как-то вот так. А тут вот красиво, вот эти пальмочки, вот эти вот замечательные высадки. Посмотрите, елочки, огромная шикарная набережная, инфраструктура, куча русских. Ну, все спокойно и очень-очень просто. Добро пожаловать на набережную. Посмотрите, здесь, значит, пешеходная зона, велодорожка, пальмочки и, конечно же, море. Слушайте, вот у Средиземки такой шикарный цвет воды. Здесь вот лавочки стоят, где турки шилят. Seven Beach. Видите? Кайф. Так, безумная экстремальная спуска для коляски. Я думаю, что я сейчас спешусь, а потом уже коляску. Пойдем тогда. А, ну ладно. Так, Темка, как всегда, сразу вымок весь. Маба, ALSO чуть-чуть беленький? Блин, какая красотааа! Смотрите, пляж вообще пустой. ой какая кайфа так водичка ой 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 слушайте мне кажется она гораздо теплее чем у нас сегодня на улице у нас мне градусов 20 нас точно есть просто пасмурно но вода теплющая где-то градусов 22 было бы солнце я бы обязательно залез в воду искупался цвет воды цвет воды просто великолепный и это учитывая что на днях море штормила и быстро очень быстро восстановилась варить кавала здесь на пляже есть кафе но он такой ведь в таком же состоянии закрытом что вот турция резко отличается от адлера если в адлере вообще все работает все вот эти вот кафешечки все прям замечательно и хорошо то здесь нет они вообще все сворачивают и ничего но самый кайф заключается в том что везде есть туалет вот собственно мы сейчас туда идем совершенно бесплатно совершенно и это кайф это кайф вообще в турции что тебе не нужно бегать простите садь по углам вводить куда-то детей чтобы справить нужду здесь вот так вот пошел все бесплатно по красоте прикиньте пока ходил залетела какая-то мошка в глаз у меня глаз вообще просто краснючий ну вроде она уже вывалилась оттуда но вот это вот реакция когда какая-то маленькая гадина залетает тебе в глаз вообще просто нереально уходить отсюда вообще не хочется уходить положить вы и лечь бы спать под звук моря какой кайф цвет средиземки он такой клёвый такой необычный пляж кстати я мне показал он такой песочно песочно-галечный то есть вот есть вот такая мелкая галька вот она есть крупная и есть прям вот совсем песочек песочек прям вначале но в целом как говорится да для кого угодно здесь хочешь гальку вот пожалуйста хочешь помельче вот пожалуйста хочешь песочек вот тут пожалуйста ну и виды виды посмотрите какие прекрасные шикарные виды и красота зашел в кафе вот в это на пляже для настеньки купил чеечек стоит 5 лир 25 рублей 25 рублей друзья чай на пляже вы представьте есть меня смотрят люди сочи простите что я вас дразнию ценами вот так вот для настеньки чеечек чай туркиш чай мы вот так вот его поставим аккуратненько чтобы он можно да я спросил можно ли на пляже он говорит можно пей залпом мужичок пошел купаться вот который раз приходим на море и ничего особо не берем ни запасные ни вкладки ничего а мы так вообще все забыли в краснодаре я по крайней мере хотя бы шорты взял в которых я обычно купаюсь мы раздолбаем все забыли мы сейчас уже отправимся домой мне кажется когда я сейчас так говорю мне нужно вот так вот глаз вообще закрыть чтобы не было видно аж это припух немножко наша задача добраться дома каким-то образом вызови такси но здесь на столбиках я пока не вижу этих баночек пошли пацаны побыстрее быстрее тёмик все мы значит нашли эту банку вот она нажали уже ждем посмотрите через сколько приедет вон паре вообще это быстро было мгновенно здесь наверное подольше мы уже один раз вызывали мы с тобой место где вызывали такси ушли потому что там не работает прибор как я понял там нажимаешь на кнопку загорается красная лампочка красной лампочки не было прошли чуть дальше метрах 300 наверное и вот с таким вот видом шикарнейшим смотрите стоим ждем ну долго едет такси здесь долго вы не поверите но мы не должны лезть в такси по кнопке я уже вышел на дорогу просто таксист вот рукой махнул остановился и мы выехали когда мы едем в жилой комплекс в наш азара парк его здесь все знают здесь не нужно говорить как в анталии мы говорили прямо достаточно я показывал да в заметках здесь просто лишь азара парка не знают куда ехать все и везут еще прикольно в такси установлена камера несколько снимаем прикольно ну вот мы и доехали такси нам обошлось чуть меньше 19 лир почему чуть меньше 20 а чуть меньше 20 19 с копейками все наш блок это блок а наш блок c будем аккуратненько вот это спускаться ну а теперь наше традиционное покажу вам сколько вот все мы купили и за финалем как говорится цену так смотрите вот это даже все выложил специально чтобы было удобно две коробки фиников петрушка киви морковь помидоры клубника бананы авокадо цветная капуста мандарины ножки это голень да куриная редиска вот это вот все вышло на 250 лир если округлить но вот это вот все 250 лир это еще с перекусом то что мы пили чай или там вот эти лепешки то есть я считаю что это очень очень дешево в конце выпуска я очень хочу каждому пожелать приехать перезимовать в теплом месте где очень и очень хорошо не в сером унылом городе а вот так вот с природой с морем каждому рекомендую и от души от всей души друзья желаем я с вами прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике поддерживайте выпуск лайком это же так просто написать простенький комментарий и подписывайтесь на канал все пока 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 и